У нас сейчас будет блок по гемостазу. Мы обсудим рефрактику тромбоэмболических осложнений в нейроэрианимации, как антипобулянтной, так и механической. Сейчас я разберусь. У нас есть факторы риска, таких как пожилой возраст, предыдущий анамнез, вносный тромбоэмболических осложнений, послеоперационные гематомы, интубация, длительная реинтубация. Также есть специфика пациентов именно нашего профиля. Это наличие гемосиндрома, соответственно, неподвижное положение конечностей. Длительное пребывание пациента в лежачем положении – это все пациенты в остром состоянии, с травмами, с кемозлияниями, требующими дегомедозной седации, которые находятся длительное время в неподвижном положении. Соответственно, то, что наши сестры поворачивают их осцепленную периодичность для того, чтобы профилактировать тромбозы, этого, к сожалению, недостаточно для профилактики ТЭЛа. Кроме того, само повреждение головного мозга также является фактором риска, поскольку при повреждении сосудов происходит выброс тканевого фактора и активация системы гемостаза. Кроме того, все наши пациенты с нейроэнкологией находятся на гормональных препаратах, так как дексаметазон. У пациентов с эндокринными опухолями также проводится заместительная терапия также гормонами. Крайне важным фактором риска также является длительное оперативное вмешательство. В этой статье, которая включила в себя более 7500 пациентов, значимым фактором риска как в развитии тромбозов в нижней конечности, так и в формировании ТЭЛа, послужило само оперативное вмешательство в тексте более 60 минут. Мы это видим и на нашей практике. Одна из пациенток, плановая хирургия, было клипирование гигантской аневризмы правой среднемозговой артерии. Соответственно, до операции мы оценивали у нее по усилий в нижней конечности также признаки тромбоза. Их не было. Дальше была плановая хирургия 6,5 часов без кровопотери, без трансфузии свежей мороженой плазмы, без использования гемостатиков. Была экстубирована, планировался перевод в отделение. Мы также на следующие сутки после операции выполнили ей УЗИ и уже увидели признаки окклюзионного тромбоза. Правда, пока без флотации. Соответственно, диагностика у данных пациентов крайне важна в выборе тактики профилактики венозно-травмоэболических осложнений. В этом году вышло исследование немецких коллег, 173 наблюдения. Правда, достаточно разная нозология. То есть как и пациенты с нейроонкологией, так и пациенты с черепно-мозговой травмой, с энтракрониальными гематомами, с нейропатиями. У всех у них проводилась антифабулянтная профилактика. И авторы указывают на то, что уже начиная с первых суток после операции, вы видите здесь под синем цветом выделены первые сутки, и вот до 21 суток с момента операции можно выявить венозно-тромбоэболические осложнения. При этом чаще всего они выявляются на первой неделе после операции. Со вторых – 50-е сутки и медианно – 5-е сутки. У всех у них проводилась антифабулянтная профилактика. Достаточно нестандартный протокол у них был уже с первых суток после операции. Они у всех пациентов проводили антифабулянтную профилактику. В сутки 15 тысяч единиц нефракционированного гепарина. Соответственно, либо 7500 в два раза, либо продленная инфузия – 625 единиц в час. При этом при диагностике тромбозов данная терапия могла быть увеличена. Примерно у 10% пациентов, которые вошли в исследование, были выявлены те или иные осложнения антикальпуляции. Причем в большинстве случаев это были гематомы. Авторы указывают на то, что несмотря на то, что они оценивали АЧТВ и он не выходил за тело таргетных значений, такой параметр, как АЧТВ, может служить для мониторинга гепаринов, но никак не служит предиктором формирования гематомы. Кроме того, у пациентов с нормальным АЧТВ также формировались гематомы после операции. Как же обстоит дело также в реанимациях и в нейрохирургических отделениях? Канадский опросник среди реаниматологов и нейрохирургов. Предполагаемый риск развития тромбоэмболических вложений без антикальпуляции. Две группы риска – это пациенты с шпинальной травмой, а также пациенты с кровоизлияниями. По мнению опрошенных, это наиболее частые проблемы с формированием тромбозов. При этом у пациентов с интракраниальным кровоизлиянием антикальпуляторная профилактика назначалась значительно реже. И в то время как у большинства пациентов начало служили вторые и четвертые сутки с момента операции, у пациентов с интракраниальными кровоизлияниями – это пардовый цвет, вот линия – они начинали на седьмые сутки. У всех пациентов нейрохирургического профиля важна оценка как рисков развития тромбоэмболии, так и оценка рисков кровоизлияния или увеличения объема гематомы, поскольку назначение нами антикальпулянтов может значительно повлиять на риск развития формирования увеличения гематомы. И таким образом послужится либо формированием значительного нейрохирургического дефицита, либо летального исхода. Общим принципом является начало профилактики венозно-тромбоэмболических ограждений с помощью механической профилактики. Это перемежающаяся пневмокомпрессия и компрессионные чулки. Мы не используем эластическое бинтование из-за его крайне низкой эффективности и высокой частоты трофических нарушений. Если мы видим таких пациентов, мы, наоборот, снимаем эти бинты и при возможности назначаем как раз пневмокомпрессии, либо компрессионные чулки. В 2015 году вышла третья часть исследования КЛОДС. Это пациенты с ишемическим инсультом. В первой части исследования они оценивали компрессионные чулки различной длины. Во второй части они продолжили сравнивать длину. И в третьей части они сравнили сам факт пневмокомпрессии и факт наличия классических чулков. В последние три строчки вы можете видеть, что у пациентов, у которых были пневматические компрессии, и у пациентов, у которых не было пневматические компрессии, значимым отличается факт наличия тромбозов, факт наличия тромбоэмболии и также летальный исход. Стоярность также представлена на слайде. Также необходимо индивидуальное определение сроков начала антифопулянтной профилактики у ряда пациентов. Это пациенты с коглопатиями, с тромбоцитопатиями, лекарственными или наследственными, а также тромбоцитопениями, в том числе на фоне вольброевой кислоты, которая часто используется у наших пациентов. Необходим индивидуальный подход у пациентов с нарушениями функции печени, с метастазами в печени, поскольку их синтез факторов также снижен. При недостаточном объеме питания наблюдается снижение синтеза газа и симфакторов 2, 7, 9 и 10. Соответственно, для этих пациентов также необходима индивидуальная оценка. Мы оцениваем МНО, пробиновое время, пронтангиновые индексы и симфицировые, чтобы использовать все в стационаре. У пациентов с почной недостаточностью может наблюдаться замедленный вывод антикогулянтов, поэтому у них также необходим подбор индивидуальной дозы, сроков и так далее. У пациентов при неконтролируемой злокачественной артериальной гипертензии на фоне злокачественных новообразований повышается риск развития кровоизлияния в области опухоли. Поэтому у этих пациентов также насыщаются антикогулянты очень осторожно. Наиболее часто применяемыми препаратами являются нефракционированный гепарин и низкомолекулярный гепарин. Мы их обсудим отдельно. В своей реанимации мы отдаем предпочтение низкомолекулярным гепаринам, в том числе из-за лучшей биодоступности и из-за лучшей корреляции между дозой и антикогулянтным эффектом. Мы можем оценить данный препарат по уровню анти-10 фактора. Соответственно, как только мы вводим, наблюдается пик на 3-4 сутки. Во время пика мы берем голубую пробирку цитратную и можем оценить, насколько выражен эффект антикогулянта. Соответственно, есть как профилактические, так и лечебные дозировки. Соответственно, мы можем подобрать уже таргетную для пациента его дозу. Мы сейчас обсудим некоторые носологи, причем нейрохирургические пациенты у нас есть с различными заболеваниями. Это не только нейроонкология, кровослияние, сак, инсульт, но есть и пациенты с черепно-мусковой травмой, они есть и солированной травмой, и сочетанной травмой. Там также отдельно для каждого пациента свои специфики в подходах. Мы начнем с нейроонкологии. У пациентов с нейроонкологией частота развития тромбоэмболических осложнений выше, но, однако, у них крайне высокий риск и кровослияние в опухоли. Особенно у пациентов с злокачественными новообразованиями, такими как метастазы и глиального опухоли. В 2020 году вышла статья, посвященная исследованию тромбоэмболических осложнений у пациентов с глиальными опухолями. Было выявлено, что у них четырехкратный риск кровослияния в опухоли на фоне антифагулянтов. При этом выделено четыре группы факторов, как пациент-зависимые, такие как гемифорез, возраст, ожирение, предыдущие анамнезы и венозные тромбоэмболические осложнения, так и факторы, связанные с непосредственным лечением. То есть длительная операция более четырех часов, использование глюкокритикоастероидов. Также были выделены факторы риска, связанные с биомаркерами, циркуляции восьмого фактора, теневого фактора и ряда на других. Также непосредственно у глиальных опухолей есть и свои факторы риска, которые также значительно влияют на риски развития тромбоэмболических осложнений. Такие как размер опухолей, наличие тромбозов в сосудах, кровоснабжающих опухоль и также сам тип глиопастома. У пациентов с большим объемом кровопотери, интероперационными сложностями с гемостазом или формированием интеркраниальной гематомы показано отсрочное назначение антифагулянтов. У остальных пациентов, у которых достаточно стабильно прошла операция с минимальной кровопотерей, и мы знаем, что у них свертывающая система в норме, мы можем начать антифагулянтную профилактику через 48 часов после краниотомии. У пациентов с интеркраниальными кровозлияемыми мы можем начать антифагулянтную профилактику через 2-3 суток при отсутствии данных о имеющейся коглопатии и также при отсутствии данных о прогрессии гематомы по данным КТ. При этом важно отметить, что это пациенты, находящиеся без приема антифагулянтов и антиагрегантов, на фоне которых могло возникнуть кровозлияние. Это пациенты без какого-либо влияния препаратов. У пациентов с аневризмами и с супрагентальным кровозлиянием есть своя специфика как гемостаза, так и подходов к назначению антифагулянтов. При разрыве аневризма и формирующемся саке происходит выбор стневного фактора, соответственно, аксессуация системы гемостаза. Да, я хотела зарегистрироваться, но просто мне ссылку прислали. В Бурденко проходят эти курсы повышения, ну, 36 часов. Анестезиология, реанимация именно у нейрохирургических пациентов. Она поэтому и читает нейросамонкология в реанимации, коагулянты когда-нибудь. Я послышу. Продолжим. Само развитие сака и разрыв паневризмы значительно активирует систему гемостаза, как пластмический фактор, так и тромботический. То есть из-за выбор стневного фактора у нас активируются плазменные компоненты, из-за повреждения эндотелия, посредственно тромботический. При этом единого отхода к диагностике нарушений системы гемостаза при САК не существует. Ряд авторов отмечает, что прогогулянтная активность предшествует осроченной ишемии главного мозга, которая формируется с 5 по 14 сутки. Кроме того, данное состояние системы гемостаза усиливает тромбообразование, пиком которого является вторые сутки с момента САК. Вы видите здесь результаты аутопсии, наличие тромбозов в сосудах головного мозга у пациентов, умерших в результате субарахноидального кровоизлияния. Мы видим это и на клинике, и лабораторно. Здесь представлена тромбоэстометрия у пациента с субарахноидальным кровоизлиянием на первые, вторые и третьи сутки. Вы видите, что у него уже с первых суток начинается формирование гиперкоагуляции, которое, соответственно, требует также антикоагулянтной практики. Наша практика следующая. При раннем закрытии аневризма источника кровоизлияния мы выполняем КТ-контроль, и при нормакоагуляции или гиперкоагуляции по данным рациона тромбоэстометрии мы можем начать антикоагулянты. Начинаем на первые и третьи сутки после закрытия аневризма. При этом предпочитаем эксопарид натрия, поскольку в том числе мы можем его контролировать с помощью антиписятового фактора. У пациентов мы обсудим с изолированной черепно-мусковой травмой. Соответственно, специфика их в том, что у них не было во время травмы выраженного кровоизлияния, соответственно, не было дефицита факторов, не было ацидоза. То есть это достаточно изолированное повреждение головного мозга, которое сопровождается выбросом факторов и отсроченной также гиперкоагуляцией. Мы оценивали их по тромбоэстометрии. Мы выявили, что у пациентов с тяжелой черепно-мусковой травмой примерно в 30% случаев есть признаки гиперкоагуляции на этапе поступления на первые сутки, которые почти полностью репрессируют к четвертым суткам. И начиная с четвертых суток мы видим гиперкоагуляцию. Соответственно, мы начинаем у них антипоагулянты примерно на третьих-четвертых сутках. Мы всегда у них оставляем 72 часа без антипоагулянтов, поскольку им необходимо выполнение инвазивных вмешательств, это установка датчика ОЧД, трахеостомия в ряде случаев и дикопрессивная тропонация черепа. Кроме того, признаки гиперкоагуляции, которые мы выявляем, также регрессируют на 34-е сутки. У пациентов с черепно-мусковой травмой средней тяжести и легкой степени в меньшем проценте случаев выявляется гиперкоагуляция, и она полностью репрессирует на третьи сутки. Соответственно, мы также начинаем у них примерно со вторых-третьих суток антипоагулянтную профилактику. Опять же, все индивидуально, мы ставим всегда этим пациентам тромбоэстометрию, и дальше мы можем полностью оценивать их состояние свертывающей и подбирать индивидуально как дозы, так и сроки назначения антипоагулянтов.